Всем привет! Сегодня я хотела сделать обзор вот таких вот счастливых клювиков. Это у нас корм для птиц, который мне дали в ОК за покупку от полторы тысячи. И здесь есть инструкция по применению. Смотрите, что входило в состав. Это желатин в отдельной такой упаковочке и сам корм. То есть кормить птиц мы будем не просто, насыпая им корм, а делая специальную игрушку, которую мы будем вешать на дерево, на ветку и так далее. Все это делается по инструкции, которая здесь подробно описана. Если вы хотите посмотреть видео, можете отсканировать. И нам для этого понадобится тарелка, чашка, чайная ложка, горячая вода, кипяток. Выдавила я форму. Мне попалась форма капля. Правда, я ее тут с косячком сделала. Короче, у меня она порвалась. Ну, ничего страшного, я здесь залепила скотчем. Все. Дальше мне нужно эту формочку собрать и положить в тарелку. Значит, получается это как-то так. На самом деле это, так как белая конструкция, вот, то, что она разваливается. Ну, в принципе, я это соединила. Получается вот такая капля. И теперь мне нужно делать желатиновый раствор. Так, приготовила чашку. Даже налила уже кипяточек. Вот он у меня в тарелочке. Чайная ложечка. Теперь высыпаю желатин в чашку. И буду добавлять 2 чайные ложки к нему. Кипяток. Ну, что, добавила. Мешаю, мешаю, мешаю. Не знаю, мало ли, много ли. Правильно ли я делаю. В течение 30 секунд надо мешать. Вот. Такая вот жидкость. Тут ее мало, очень мало. Она прямо на самом дне. Вот. Ну, а то больше добавишь, и не получится. Все делаю по инструкции. И сейчас я буду добавлять сюда семена, которые находятся у меня в другом пакете. Здесь сейчас мы растворяем все гранулы желатина, получается, в такую однородную консистенцию. И теперь я добавляю семена. Добавила семена и опять мешаю 20-25 секунд, чтобы все семена были в этой жиже. То есть, они были все, как сказать, в этой оболочке желатиновой. Хорошенько. После того, как мы все промешали, мы это все распределяем в нашу каплю, которая у нас уже давно подготовлена. Так, распределила я семена в эту конструкцию. Теперь нам нужно сделать дырочку. В трубочкой, либо палочкой. В общем, чем удобно. Сделали мы это для того, чтобы можно было потом продеть в нее веревочку или ниточку. И повесить, как игрушку, на дерево. Конечно, не знаю, как они будут клевать это все дело. Делаем по инструкции. Я бы не заморачивалась. Просто высыпала в кормушку. И все. Ну, коль так написано, будем делать как по инструкции. И вот мы сейчас все это сделали. И оставляем в холодильнике минимум на 10 часов. Не в морозилке. Это даже помечено в скобках. И после этого посмотрим, что получится. Вот такой вот получился. Не знаю, что это было. Какая-то капелька, да. Вот такая вот штучка. И можно ее вытащить из нашей вот этой, как трафарета. В общем, вытаскивается она просто. Так как он и был не очень хорошо закреплен. И все. Так, получается вот такая вот штука. Кое-где даже я не смогла оборвать бумажку. Вот, просыпалась несколько. В общем, похоже на... Вот для попугайчиков такие есть подвесные штучки. Не только для попугайчиков, они для любых их разунов. Вот. Ну, сейчас проденем на ниточку и повесим где-нибудь. Можно вешать на улице, на кустик, на дерево, на веточки. Или около своего дома. Куда-нибудь прицепить за окном. Но у нас это не позволяет местность, так скажем. Поэтому мы будем лепить на улице. Вот и получается такая игрушечка. Такая вот. Лакомство для птиц. И в то же время такой, как игрушка. Особенно прикольно в своем доме вот так вот вывесить. И наблюдать, как птички будут клевать. Не знаю, будет им удобно, не будет им удобно. Ну, так они, в принципе, хорошо отлетают. Вот эти семечки. Я думаю, они без труда справятся. Вот он, наш красивый, такой аппетитный, да? А завтрак, обед и ужин для сни и синичек. Ну, вообще для маленьких птичек это рассчитано. И вот мы сюда будем вешать. Я почему выбрала место такое? Под фонарем и вечером, и днем хорошо видно. Ну, конечно, вечером вряд ли они не поедят, но днем прилетят все равно. Вот оно, наше лакомство. Вот так вот висит здесь. Я думаю, птички увидят, прилетят, поклюют. Вот, сделали вот, значит, окей. Из окея лакомство такое. Вот, подкармливаем синиц, воробьев и так далее. Но это для маленьких. Вот, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея Влада Хозяюшки. Пока-пока.